На мой взгляд, будут довольно интересные, много будет разных, так вот прям трудно сразу от кого-то выпить. Ну, например, из-за рубежа будут достаточно интересные приедуты. Например, известный ихтиопатолог Джеральд Баслер приедет, будет рассказывать о том, что у него нового. Будет о ихтиопатологической части еще будет известный, ну, это будет онлайн-доклад, известный ихтиопатолог, который занимается прежде всего акулами и скатами, Роберт Джонс из Австралии, он выступит онлайн. Что касается других наших рубежных гостей, будет очень интересные представители компании 1.2.1 Animal Handling британские, которые изготавливают оборудование, снаряжение для работы с опасными животными в аквариумах и зоопарках. Довольно колоритные люди, я думаю, что они достаточно интересно смогут рассказать о своей работе, то, как они обеспечивают безопасность тем, кто работает в достаточно непростых условиях. По освещению будет, видимо, три доклада к известной фирме Беремини, еще будет фирма из Финляндии, ProVoletons. У них очень интересные подходы, нестандартные к освещению, и, во-первых, они собираются показать на главном аквариуме, как вообще можно работать со светом, спецэффекты свои покажут, и расскажут о своих новых совершенно подходах и новой диалогии, работают с освещением больших объемов, вообще с использованием светительных приборов. Еще по освещению должна быть фирма Lichtindex в Германии, Lichtindex в Гензе. Соответственно, это больше для зоопартов они работают, для разноземных больше работают, металлогалогенные специальные светильники выпускают. Это вот, что касается зарубежной гостиницы, будут еще, как бы, только сейчас, вот, самых интересных интересных перечислов. Отечественных очень много интересных людей, ведущих. Очень большая будет секция цикловых лет по цветлинам, будет много докладов, и будет круглый стол, вообще говоря, по содержанию, разведению световых рыб, о том, что вообще делать с нашим хобби, потому что, конечно, именно как хобби, который мистика сейчас переживает не самые лучшие времена, меняется информационное какое-то поле, да, в котором мы существуем, меняется правило работы с информацией, с ее накапливанием, изучением. И не выживают сейчас клубы любителей, и мы будем пытаться как-то немножко это возродить, стараемся помогать этой важной, на наш взгляд, работе. И вот, соответственно, по направлению световых рыб, мы попробуем провести круглый стол. По первой тематике тоже будет много докладчиков, в том, что взрыверная группа, и отечественная аквариумистика у нас, она не так распространена, как аквариумистика, то есть меньше народа ей занимается, но там больше пассионариев, они более активны, чем аквариумистика. Почему-то аквариумистика, я думаю, надо догонять. Я сейчас даже боюсь называть имена, потому что достаточно много докладчиков. Два дня, у меня даже есть опасение, конечно, будет трудно вместить все доклады. Будут параллельно, в основном, эти две секции разные, в разных залах. Я думаю, что всем будет интересно приходить, и не важно. Андрей, скажите, пожалуйста, стоимость участия в конференции? Может, взнос 2000 рублей. И для обычных участников и для докладчиков. Но надо понимать, что заплатить это 2000 рублей, и участник конференции, помимо того, что мы можем прослушать доклады. Будут фуршеты, есть возможность посмотреть экспозицию москвариума. Экскурсия, да? Да, будет в том числе специальная экскурсия по техническим зонам москвариума, по аквариуму. И можно посетить шоу с морским лекопитающим в дельфинарии москвариума. Так что, в общем, на два дня достаточно плотная программа. Спасибо. Друзья, мы всех ждем 15-16 марта. Москва, аквариум, конференция «Аквариум как средство поздания мира». Спасибо.